Приветствую вас на телеканале М1. Я Мария Лопатой и вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главных событиях дня. Три венгра работают на круизном лайнере, который стоит на карантине у берегов Японии. В Министерстве иностранных дел заявили также об одном зараженном вирусом в Венгрии на Филиппинах и одном во Вьетнаме. Корабли береговой охраны Японии приблизились к лайнеру у берегов Якогами недалеко от Токио. На борту лайнера, который бросили якорь в несколько десятков километров от Токио, находится 4000 человек. Коронавирус, который приводит к невмонии, нашли сначала у одного 80-летнего мужчины. По последним данным, 10 его пассажиров в возрасте от 50 до 80 лет точно заражены коронавирусом. Ни у кого из них нет серьезных симптомов. Судно будет находиться под карантином в течение двух недель и не сможет пришвартоваться ни в одном порту. Ни один пассажир не сможет покинуть лайнер. Среди пассажиров и экипажа граждане 56 стран. Три венгра работают на судне, но они не числятся среди зараженных, заявил госсекретарь МИДа. Томаш Менцер подчеркнул, министерство сделает все возможное, чтобы установить контакт с венгерскими гражданами. Он добавил, что еще два венгра проходят обследование за границей из-за подозрения заражения коронавирусом. Один из них находится на Филиппинах, и ранее у него была температура. Сейчас она спала, и мы ждем результатов анализов. Такая же ситуация с нашим гражданином во Вьетнаме. У него температура, добавил госсекретарь. В самой Венгрии по-прежнему нет людей, зараженных коронавирусом. В Венгрии, которые в воскресенье вернулись на специальном самолете из китайского города Ухань, еще 11 дней должны провести в карантине в специальном отделении больницы на юге столицы. Членов оборонной и правоохранительной комиссии парламента проинформировали на закрытом заседании о подробностях нападения на южные границы, которое произошло на прошлой неделе. Примерно 60 молодых мужчин попытались прорваться через старый пропускной пункт у села Резке. Их смогли остановить только предупредительными выстрелами. По мнению председателя комиссии Лаюша Коша, это однозначно было организованное наступление. И в будущем можно ожидать похожие акции. Необходим новый импульс для решения палестинско-израильского конфликта, чтобы возобновились мирные процессы на Ближнем Востоке, заявил Петер Сиярта в Вашингтоне. Министр иностранных дел Венгрии говорил о том, что американский план, представленный на прошлой неделе, сможет восстановить мир и стабильность в долгосрочной перспективе. Предложение США совпадает с базовыми принципами венгерской позиции. Мы считаем, что в отношении Израиля подход должен быть честным и сбалансированным. Мы проводим такой политический курс в международных организациях. Мы не поддерживаем торговый эмбарго против израильских компаний. Мы также не поддерживаем антиизраильскую позицию европейских институтов в ООН, которые поддаются давлению некоторых крупных стран-членов ЕС. Мы также выступаем против тех резолюций ООН, которые нагнетают напряжение, критикуя Израиль. Еврокомиссии передали предложение о защите национальных меньшинств. В документе на 76 страницах, среди прочего, говорится о скорейшем создании Европейского центра языкового многообразия, а также о том, что национальные меньшинства должны иметь доступ к теле- и радиопрограммам своей родной страны. Еврокомиссия должна вынести решение до июля. Это беспрецедентно хорошо подготовленный и серьезно обоснованный с профессиональной точки зрения материал. Я думаю, что Европейская комиссия безусловно отреагирует на него и задаст несколько вопросов в письменном виде. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча ознаменует начало настоящего диалога в этом вопросе. В уникальной лесной среде зоопарка города Мишкольц живут около 700 представителей 120 видов животных с пяти континентов Земли. Здесь можно познакомиться как с экзотическими, так и с древними венгерскими видами животных и даже с домашними питомцами. Зоопарк гордится амурскими тиграми, бизонами и бурыми медведями. Если пройти пару минут от центра города Веспрейм, можно увидеть дом Бакони – один из самых ранних венгерских этнографических музеев. Он был построен в 1935 году на общественные пожертвования по образу и подобию дома семьи из мелких дворян. Постоянная выставка показывает жизнь зажиточной семьи горного массива Баконь. И это все на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok